За последнее время, за последние дни очень сильно накалилась ситуация, согласно информации, которая выходит в СМИ, в ДНР и в ЛНР. Вы из своих источников, наверное, должны знать, что происходит на самом деле. Можете прокомментировать? Ну, конечно, знаю, потому что мое подразделение по сей день стоит на передовых, и также моя семья находится там. Поэтому я держу руку на пульсе всегда, касаемо Донецка. На данный момент, несколько часов назад, была взорвана машина Синенкова, командующий народной милицией, командующий корпусом. Это генерал, который отвечает сегодня за подразделения армейские, которые стоят на передовой. Благо, что в этот момент его в машине не оказалось. Деревых нет, потому что не рассчитали его передвижение или что. Машина, как раз, когда он ее покинул, он на приемке, она взорвалась. Идет нагнетание войск вблизи линии фронта. Но в тот же момент власти ДНР предусмотрительно начали заранее вывозить. Сегодня уже первые автобусы пойдут. Российская сторона пошла, как говорится, не то, что нас пречу, а даже более чем того. Она предоставляет места, где могут разместиться все желающие, которые могут ехать. И поэтому донецкие власти вывозят детей, женщин и пожилого возраста людей, чтобы избежать ненужных жертв. Хотя армия в полной боевой готовности, но все равно, зная, что сзади бомбят они города и страдают их семьи, чтобы боевой дух был на высоте, решили сильно обезопасить и вывезти из всех приграничных городов в поселках, чтобы минимизировать потери. Я сейчас на данный момент с вами разговариваю из аэропорта в Сочи, я лечу в Москву на съезд командира в Донбасс. Из Абхазии будет какое-то добровольческое движение организовано? Ну, в Абхазии у меня более 15 человек служило. В нашей беде, конечно, пару человек головы сложили за эту землю. Поэтому те, которые были, ребята там, они для себя знают, что если есть возможность еще раз отомстить, для наших братьев, которые на голову сложить, этой возможностью воспользуемся. Но призывать мы никого не будем, потому что армия всегда была как говорческая. Мы просто реанимируем старые списки, которые мы на ногах держали. Всегда всем говорили, в случае чего, мы вам скажем, куда, как прибывать. Те, кто новые, придут, без обучения уже нет такой нужды, чтобы их сразу в ружье ставить. Прогноз какой вы делаете? Думаете, ситуация будет дальше накаляться? Ну, зная, какая обстановка в Киеве, что у этого президента-клоуна срок поджимает, и есть какие-то обязательства, и плюс его напичкали стоким оружием, и мы прекрасно понимаем, что в театре, если пересидору шьет, он по концовке должно стрельнуть. И мы помним, как грузию пичкали оружием, в итоге оно стрельнуло в районе Осетии, и могло стрельнуть в районе Абхазии. Поэтому мы для себя понимаем, что мы это пережили, и натягивая ту историческую рубашку, которая уже пережита, мы понимаем, что то же самое произойдет. Хотя они все услышали ору, что нет, но мы для себя помним, как в свое время Саакашвили выступил и сказал, что никогда себе такого не позволит, и через полчаса началась бундашка. Тут веры нет, тут есть факты. Факты в том, что они стянули войска, они показывали учения и так далее. Ссылаясь, как будто это симметричный ответ российским учениям, но российские учения проходили по другой линии, потому что Украина начала границам стягивать войска и начали их вооружать. Поэтому начались учения и демонстрации, что могут границы свои защитники. Но они, видите, переключились на Донецк. Потому что такую же силу собавлю, видать, они хотят где-то применить. Но мы-то одно знаем, что не получится. Это не 14-й год, когда мы бегали и искали патроны или еще что-то. Сегодня наша армия как никогда готова, поэтому сказать в том, что у них будет легкая прогулка, нет. У них будет быстрое вступление. Спасибо вам большое за информацию, Ахра Русланович. Всегда, пожалуйста.